В правительстве Тверской области состоялось заседание Градостроительного совета региона, которое возглавил губернатор Игорь Рудене. Рассмотрели архитектурно-планировочные решения по строительству железнодорожного вокзала в Калязине и формирование концепции реновации центральной части столицы Верхневолжья. Подробности у Ирины Синягиной. Ключевой вопрос Совета — формирование концепции реновации центральной части столицы Верхневолжья. Архитекторы представили эскизы по преобразованию Твери и созданию единой культурной и туристической зоны, которая объединит Императорский дворец, Спасо-Преображенский собор, городской сад, здание дворянского собрания, драматического театра и реального училища, где располагается объединенный музей. Собор и дворец — наши, конечно, самые главные объекты. И чтобы подчеркнуть их значимость и их качество, нельзя окружающую застройку подчинять их стилистике. Среди озвученных идей — создание открытых общественных пространств, освобожденных от ограждений. Это касается городского сада, который сейчас по периметру огорожен забором. По задумке архитекторов, на смену ограждениям должны прийти колоннады и аркадные пропеллеи, в которые будут вписаны выставочные павильоны, магазины сувениров. Помимо этого, снятие ограничений в виде заборов позволит в значительной мере расширить общественное пространство и обустроить парковочную зону. Также специалистами было предложено концептуальное благоустройство исторических мест. Нужно рассмотреть вопросы парковной зоны, чтобы это все у нас гармонично вписывалось. Представленная концепция будет доработана с учетом озвученных главой региона на градостроительном совете Тверской области поручений по сохранению и рационализации исторического наследия. Также в ходе совета рассмотрели будущее строительство нового транспортно-пересадочного узла, который по задумке должен объединить автовокзал и ЖД-станции в Калязине. Его планируют возвести на месте старого железнодорожного вокзала, здание которого сгорело в 2012 году. Как отметил губернатор, новый проект должен быть сформирован в самое ближайшее время с учетом удобства для жителей и гостей города. На станции сейчас останавливаются пригородные поезда на тепловозной тяге на Углич-Санково и Савелово, а также поезда дальнего следования Москва-Рыбинск. Редактор субтитров А.Семкин